Здравствуйте, друзья! В прошлых видео мы детально познакомились с восьмиядерными представителями семейства Coffee Lake Refresh. Ну а теперь пришёл черёд шестиядерника – Intel Core i5-9600K. Сперва рассмотрим сам процессор, обозначим конфигурации стенда всех оппонентов, проведём тестирование в номинале, разгоним и повторим тесты. Ну а в конце подведём итоги. С выходом процессоров Intel Core 9000 серии в массовом сегменте появились восьмиядерные чипы. Core i7-9700K и i9-9900K, изучению которых мы посвятили не один выпуск. Кто пропустил, милости просим в описании. Но топы топами, а рядовому пользователю интересны более доступные решения. И вот таковым является Core i5-9600K, который любезно предоставлено тестирование нашими друзьями из компании Brain. Перед нами шестиядерный шестипоточный CPU с 9 мегабайтами кэш-памяти третьего уровня, произведённый по техпроцессу 14++ нанометров. По формальным характеристикам он очень похож на предшественника Core i5-8600K, но назвать их идентичными нельзя. Всё-таки новинка использует тот же кристалл, что и старшие модели, но с парой деактивированных ядер. В это можно убедиться, взглянув на ревизию камушка P0, а не U0, как у прошлого поколения. А это значит, что помимо улучшения термоинтерфейса, мы также получаем первые исправления уязвимости типа Meltdown, а также увеличенный до 128 гигабайт максимальный объём ОЗУ. По сравнению с 8600K, у 9600K подросли тактовые частоты. Базовая на 100 МГц, а динамическая на 300. А в итоге, в зависимости от нагрузки, он работает в диапазоне 3,7, 4,6 ГГц. Всё остальное одинаково. TDP 95 Вт, двухканальный контроллер DDR4-2666 и видеоядро Intel UHD Graphics 630. Стоит новинка от 8000 гривен или 18000 рублей, что всего на 400 гривен или 600 рублей дороже предшественника. Так что в первую очередь их и будем сравнивать. В роли внешних оппонентов выступят 12-поточный Ryzen 5 2600 и 16-поточный Ryzen 7 2700. Первый можно найти от 4500 гривен или 11000 рублей, а второй от 7500 гривен или 16000 рублей. Тестовые стенды не изменились. Для представителей семейства Core использовалась материнка Ezra Z390 Phantom Gaming SLI, а под Ryzen взяли MSI X470 Gaming M7AC. Комплекты ОЗУ Patriot Viper 4 и T-Force Gaming Dark Pro сначала работали на рекомендованной частоте. Для Intel это 2666 МГц, а для AMD – 2933. Остальные компоненты у систем одинаковые, включая кулер Thermalright Arhon SB-E X2, видеокарту MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X Trio, SSD серии GoodRam Iridium Pro, блок питания Seasonic Prime и корпус Thermaltake Core P5. Более подробно о тестовых конфигурациях есть в описании. Для записи геймплеев применялась внешняя система с Avermedia Live Gamer HD 2, то есть без потери производительности. А с мониторингом нам помогла программа FPS Monitor. Как обычно, тестовую сессию начинаем с синтетики. Скорость работы с оперативной памятью в AIDA64 у интеловских шестиядерников находится на приблизительно одинаковом уровне. Ну а Ryzen впереди, ведь они работают в паре с более быстрой ОЗУ. Зато по скорости доступа к памяти, как и к кэшу L1 и L2, показатели лучше у i5. Но у Ryzen самый расторопный кэш третьего уровня. По скорости работы с кэшем 9600K в среднем обходит 8600K на 8,5%. В свою очередь новинка обходит Ryzen на 87-127% при работе с L1, но отстает на 19-24% при операциях с L2 и L3. В архиваторе 7-зип наличие дополнительных потоков играет более важную роль, чем частота ядер, поэтому i5 в аутсайдерах. Ryzen обходит 9600K в среднем на 14 и 39%. Разница между интеловскими шестиядерниками около 4%. В Cinebench R15 между i5 разница те же 4%. В тесте CPU Ryzen впереди новинки на 21 и 45%, но в OpenGL Intel вырывается вперед на 19-21%. В бенчмарке Corona переход от 9600K к Ryzen уменьшает время рендеринга на 22 и 36%. Между i5 4% разрыв. С кодированием видео в бенчмарке X265 быстрее всех справляется Ryzen 7. Он это делает эффективнее новинки на 2,5%. Между i5 разница около 5%. Ну а хуже всех задачей справился Ryzen 5. В RealBench Ryzen отрываются от 9600K на 7-14%. Средняя разница между i5 5%. В итоге Core i5 9600K в среднем быстрее Core i5 8600K на 3,5%. В свою очередь Ryzen 7 2700 и Ryzen 5 2600 обходят новинку на 20 и 9% соответственно. Ну а теперь переходим к играм, которые запускались в HD разрешении, чтобы протестировать именно процессоры. Начнем со Strange Brigade на средних настройках графики, где в лидерах 9600K. Разница между i5 в пределах 2-3%. Ну а что касается Ryzen, то новинка обходит их максимум на 29 и 31%. В Rainbow Six Siege при ультра настройках разница между интеловскими 6-ти ядерниками те же 2-3%. Отрыв от Ryzen неприлично большой, по среднему FPS больше сотни кадров в секунду. Пожиратели ресурсов или Assassin's Creed Odyssey при очень высоких настройках показывают все ту же 3% разницу между i5. Отрыв 9600K от Ryzen, по среднему FPS 4-9%, а по просадкам 10-31%. В сетевом режиме Battlefield 5 при ультра настройках продолжают доминировать чипы Intel. Между ними разница видна только по просадкам и держится она в диапазоне 6-14%. В свою очередь отрыв от Ryzen находится в рамках 46-95%. Shadow of the Tomb Raider на максимальных настройках графики это первая игра, где Ryzen смогли показать зубы, но только по статистике очень редких событий, где 9600K отстал на 5-16%. В остальных случаях новинка впереди на 7-27%. Разница между i5 не превышает 4%. И наконец посмотрим на Watch Dogs 2 при ультра настройках. По среднему и 1% между 9600K и Ryzen 7 можно ставить знак равенства, но по 0,1% 6-ядерник впереди на 10 кадров в секунду или 42%. Отрыв от Ryzen 5 10-70%, а разница между i5 от 1,5% до 13%. В итоге по 6 тестам в играх Core i5 9600K в среднем быстрее Core i5 8600K на 2-6%. Преимущество над Ryzen 7 2700 держится в диапазоне 32-50%, тогда как отрыв от Ryzen 5 2600 поменьше и составляет 27-33%. Теперь давайте посмотрим изменится ли ситуация после оверклокинга. Наш экземпляр Core i5 9600K смог взять стабильный 5,1 ГГц, в том числе при выполнении AVX инструкций. Для этого мы выставили множитель 51 и напряжение V-Core 1,3 Вольта с профилем Load Line Calibration Level 2. Для УЗУ активировали XMP профиль с частотой 3400 МГц и таймингами 16, 18, 18, 36. В свою очередь Core i5 8600K оказался более удачным, поскольку без проблем взял барьеров 5,2 ГГц при напряжении 1,38 Вольта. Оперативка также работала на 3400 МГц с теми же задержками, что и в случае с рефрешем. Ryzen 7 2700 удалось ускорить до 4 ГГц. Для этого выставили множитель 40 при напряжении на ядрах 1,3375 и CPU NB 1 Вольт. Также мы перевели LLC в режим Mode 4. Память работала на частоте 3466 МГц с таймингами 16, 18, 18, 38. И наконец Ryzen 5 2600 покорились 4150 МГц при напряжении на ядрах 1,4 Вольта. Остальные настройки, включая скорость работы оперативки, аналогичны 8-ми ядернику. Снова начнем с синтетики. В AIDA64 Ryzen при работе с памятью отрываются от Intel на 5-40%. Задержки доступа к памяти, как и к кэшу L1 и L2, снова ниже у процессоров Core. Зато у Ryzen кэш третьего уровня менее латентный. В тесте скорости работы с кэшем у Ryzen лучшие результаты при операциях с L2 и L3, но хуже с L1. А и пятые соперничают с переменным успехом. После разгона в 7-Zip 9600K смог сократить отставание от Ryzen, а при упаковке даже обогнать Ryzen 5. Но в среднем чипы AMD впереди на 36 и 11%. Ввиду большей частоты, 8600K оказывается впереди новинки на 1-2%. После разгона в Cinebench R15 Ryzen обходят i5 в тесте CPU на 44 и 13%, но отстают в OpenGL на 32-33%. Разница между Intel в пределах погрешности. В бенчмарке Carona использование Ryzen уменьшает время рендеринга на 21 и 35%. Между i5 паритет. При кодировании видео в X265 HD Benchmark лучше всех смотрится Ryzen 7. Он делает это быстрее i5 на 5%. Ну а Ryzen 5 в аутсайдерах. И наконец в RealBench хороший разгон позволил i5 обойти Ryzen в среднем на 5 и 12%. Между процессорами Intel равенство. Итак, что же поменялось после разгона? В итоге Core i5-9600K и Core i5-8600K сравнялись. При этом отрыв конкурирующих процессоров сократился. Преимущество Ryzen 7 2700 над новинкой уменьшилось с 20 до 15%. А Ryzen 5 2600 с 9 до 3. Давайте теперь пройдемся по нескольким играм с теми же настройками графики и разрешением, что и в первой части этого видео. В Strange Brigade 9600K обходит Ryzen максимум на 40-44%. Несмотря на более высокую частоту оппонента, новинка смогла обойти 8600K на 1-2%. В Rainbow Six Siege у 8600K лучше статистика редких событий, но в остальном быстрее 9600K на 3-9%. Максимальное преимущество над Ryzen составляет 49-53%. В Assassin's Creed Odyssey разница между i5-ми укладывается в погрешность измерения. По среднему FPS 9600K обходит Ryzen на 10-15%. А по просадкам разрыв доходит до 34-53%. Если не брать во внимание Freeze 8600K до 60 кадров в секунду, то в Shadow of the Tomb Raider Intel показывают схожие результаты. В противном случае преимущество 9600K достигает 25%. Новинка впереди Ryzen максимум на 29-31%. Закрывает нашу тестовую сессию Watch Dogs 2, где по среднему и 1% у i5 паритет. Но по 0-1% 9600K лучше на 9 FPS или 40%. В свою очередь новинка быстрее Ryzen по среднему FPS на 8-21%. А по просадкам разрыв доходит до 96%. По итогам разгона в играх по среднему и 1% между Core i5-9600K и Core i5-8600K паритет. Но вот по 0-1% новинка впереди в среднем на 15%. Разрыв между Core i5-9600K и Ryzen также сократился. Тестовый процессор обходит Ryzen 7 2700 на 27-47%, а Ryzen 5 2600 на 32-41%. Итак, прозвучало много цифр, процентов, давайте все это подытоживать. За счет возросших тактовых частот, Core i5-9600K превосходит Core i5-8600K на 2-6% в играх и рабочих задачах. Плюс под крышкой у него припой, в нем внедрены аппаратные заплатки некоторых уязвимостей типа Meltdown и увеличен максимальный объем УЗУ. В плане разгона процессоры практически не отличаются, хотя судить по одному экземпляру, конечно, не совсем корректно. В любом случае, при сборке новой системы или апгрейде с младших чипов лучше отдавать предпочтение Coffee Lake Refresh. Конечно, только если в вашем магазине разница между ними и предшественниками минимальна. Что касается конкурентов, то в играх Core i5-9600K смотрится лучше Ryzen 7 2700 и Ryzen 5 2600. Но вот при создании и обработке цифрового контента, а также стриминге, предложения от AMD выглядят предпочтительней. Но снова же, ввиду более низкой цены и поддержки многопоточности, многие выберут именно Ryzen. А как вам, новый шестиядерник от Intel? Купили бы себе или порекомендовали бы знакомым? Оставляйте свои комментарии под видео, мы обязательно почитаем. Также не забывайте порадовать нас лайками, а дабы не пропустить ничего интересного, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok